Девушки отдыхают Не художник! Не художник! Не художник! Ну, скоро ее выпишут. Вряд ли мы ее вообще выпишем. Так она его вместе с Тамарой прям застукала. Все говорят, в отдельном блинаже. Всюду ходят, целуются, милуются. Она такая, потому что их отец бросил. Я только подарки отдам. Поехали. Что вы лезете в чужую жизнь? Что вы лезете? Уходите! Галя, Юр, Юр! Взял чемодан? Галя! Вот смотри, это наш двор. Двор хорош. Ну, пойдемте. Сюда. Галя, Юра, идемте. Ну вот, теперь это будет нашим домом. Ну, чего молчить? Не нравится? Подожди, дай осмотреться. Осмотритесь. Дом хороший. Когда на улице жарко, в доме прохладно. И вообще Молдавия. Фрукты замечательные. Виноград, вино и Кишинев. Город красивый. Пап, а футбольная команда здесь есть? Есть. Это же столица республики, а не области. А где ты жил, пока мы были в Днепропетровске? Ну, сначала в гостинице, а последние две недели уже здесь. Один? Конечно, один. Мы же были в Днепропетровске. Я так и поняла. А где я буду учиться? Тут университет есть. Что-нибудь еще нужно, Леонид Ильич? Ничего, Саша, спасибо. Завтра, как обычно, в семь. Давай в шесть сорок пять. Есть. А мне здесь нравится. Ну, давайте. Давайте обживаться. Чур, я сплю на раскладушке. Ничего подобного. На раскладушке буду спать я. А я первый сказал. Папа, объясни ему, что женщинам надо уступать. Мам, ну скажи, что я был первым. Можно мы это попозже обсудим? Ну, мы все время куда-то ехали, ехали. Все время куда-то переезжали. В эвакуации мы были на Урале, потом Запорожье, потом Днепропетровск. Там он был первым секретарем обкома, а потом Кишинев. Там он уже был первым секретарем ЦК. Поехали. Он всегда хотел быть первым. Первым. Эвакуация. Эвакуация. Поехали. Там со мной в школе учился мальчик Андрюша. Он мне понравился. Красивый был мальчик. Профессорский сын. Однажды он пригласил меня на танцы. Но я не пошла. Сказала, что плохо себя чувствую. Как я могла пойти? Мне нечего было надеть на ноги. С ним я первый раз в жизни поцеловалась. Андрюша. Хороший был мальчик. Привет. О, здорово, Сергей Иванович. Как дела? Заканчиваем. Думаю, минут через пять сигнал будет на пульте. Ну, а как у нас со сроками? Укладываемся. Слышь, Василий Иванович, а это правда, что та женщина? Что по центру сидит? Дочка Брежнева. А чё, правда говорят, что это она? Бриллианты Букримова украла. И Зои Фёдорову ограбили бояной водки. Неправда, я в газете читал. Ты что? Жвачку хочешь? Конечно, хочу. Ты шо? Сейчас тебе в газетах и не такое напишут. Эвакуации. Эвакуации. Надо же, дочка Брежнева. Недаром говорят, от тюрьмы, от сумы… После войны, когда отец вернулся… В Кишиневе, когда я была студенткой, за мной уже ухаживали взрослые ребята. Мы тогда жили очень весело. А теперь игра для взрослых. Сопляков и слабонервных прошу удалиться из зала. Прошу. Итак… Молдавская народная игра. Бутылочка? Что за бутылочка? Ты знаешь? Это неприличная игра. Почему? Там надо целоваться. С кем целоваться? С кем попадётся. С Толяном буду. А с Григорием ни за что. С Толиком и целуйся. А как угадать? Объясняю правила игры. Становимся в круг. Вернем бутылочку. На кого указывает горлышко, тот и целуется. А если на девочку? Я с парнем тоже целоваться не буду. Спокойно. Все учтено могучим ураганом. Если вертит парень, в кругу стоят только девчонки. И наоборот. Ну? Кто смелый? Кто начнет? У-у-у-у! Ну? Давай я попробую. Браво, Григорий. Дерзайте. А вы пока посидите. Хорошо. Дамы, лотнею в круг. Майя. Майя целует Григория. Я? Просим. Просим. Какая гадость. Ну что ж, Григорий, позвольте я сделаю это вместо нашего культурга. Продолжение следует. Брежнева! Да, я Брежнева. Вот вы-то мне и нужны. Нужна? Зачем? А за тем, что мы вас разыскиваем. Прямо такие разыскиваете? Можно узнать, зачем? Зайдите в комитет комсомола, там все узнаете. В комитет комсомола? И не подумай. Нам что, с матерью уехать никуда нельзя? Устроила туторгия. Наглядную агитацию сорвала. Это вообще уже анархизм. Ты что молчишь? Леня, оставь ее в покое. Витя, ну ты-то понимаешь, что бы с ней сделали, если бы не мой пост? Да ее бы уже давно по пятьдесят восьмой статье. Я не уверен, что в Москву уже не доложили. Теперь буду жить, как на вулкане. Но не все же нам с мамой жить, как на вулкане. Галя. Я у них была, как кость в горле. И у папы, и в университете. И никто ничего не мог со мной поделать. Особенно их злело, что я отказывалась вступать в комсомол. Галина Леонидовна, лекарства пора принимать. Да, алло. Алло. Сергей Васильевич? Да. Это Броников говорит. Да, я узнал тебя. С каких пор мы с тобой на «вы»? Сереж, мы с тобой давно не виделись. Может, ты уже министр или миллионер? Да нет, пока ни то, ни другое. Нет, значит, не олигарх. Ну, как дела? Чего звонишь-то? Да нормально все. Тут вот какое дело, понимаешь? Мне нужна записывающая аппаратура, что-нибудь из вашего арсенала. Ну, чтобы только… Чувствительная аппаратура. Да? Решил стать частным детективом? Ну, так, вроде того. Только я хочу тебя обрадовать. Денег у меня немного. Ладно, придумаем что-нибудь. Да? Ты думаешь? Ну, ладно. Хорошо. Тогда порядок. Адрес дашь? Да не проблема. Записывай. Ну, диктуй. Кишинев. Кишинев. Тогда телевизоров не было. Мы ходили в театр. Поперету. Но больше всего я любила цирк. Папе бронировали места в первом ряду. В том году лучшим аттракционом был номер Евгения Милаева. Он держал на ногах лестницу, а на ней десять человек. В это трудно было поверить. Но он был не только акробатом. Он работал еще и коверным. Но надо было зарабатывать деньги. А в цирке он все умел. Однажды, когда я в первый раз была с подругой в цирке, я увидела, что на меня смотрит один клоун. Внимание! Внимание! Смертельный номер! Чудеса балансировки! Я не могу сказать! Внимание! Не могу! Пап, пап. Блони! Му-у-у-у-у-у! Блони! Му-у-у-у-у-у! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я здесь! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. За что? За то, что согласились подождать меня. А в жизни вы лучше, чем на афише. О, вы бы видели афишу, которая была в Китае. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вы были в Китае? Был. Наверное, хорошо бывать в разных странах? Ну, в разных странах я не был. А мне Китай представляется таким, как на картах. Большой желтой стороной. Ну, там много и красного цвета. Вы знаете, кто я? Нет. Вы знаете, кто мой отец? Нет, не знаю, кто ваш отец. Не важно. Хотите мороженое? Хочу. Ну, давай выпьем. Вы знакомитесь так, с девушками во всех городах где бываете? Нет. Уже хорошо. Только в тех городах, в которых есть такие девушки. И много таких городов? Ну, городов может быть и много, но вы же сами прекрасно знаете, что вы особенные. Вот как? И в чем же моя особенность? Мне кажется, вас очень трудно удержать. Удержать? В каком смысле? Во всех смыслах. И это, говорите, вы, которые удерживают в равновесии десять человек? Интересное признание. Ну, это еще не все. Есть еще признание? Да. Внимательно вас слушаю. Дело в том, что я был женат. Вы? Да. Моя жена умерла от заражения крови. Осталось двое детей, мальчик и девочка. Сейчас они живут с моей мамой, но скоро будут жить со мной. Они дети цирка и должны работать в цирке. Скажите, а зачем вы мне это рассказали? Не знаю. Вы любите танцевать? Очень. Да? Угу. Там в парке есть танцоплощадка, мы еще и успеем танцевать пару танцев. А? Как? Да? Пойдемте. Танцы закончили, товарищи. Завтра трудовой день. Всего хорошего. Угу. 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 Не натанцевалась? Нет. Тогда вальс. Угу. Белое благородовое. Да макар. Угу. Белое благородовое. Угу. 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 ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Галина, ты так собираешься, будто сама будешь выступать. Я же тебе говорила, что хочу быть артисткой. Это ты не пустил меня в театральный. И правильно сделал. Учитель — это верный кусок хлеба. Хорошая жизнь, плохая. Учиться всегда необходимо. А я вот закончу университет, уеду в Москву и выступлю в школу-студию МХАТ. Ты сначала закончи университет и в комсомол вступи. Это же позор. Отец — главный коммунист Молдавии, а дочь — вне политики. А ты помоги поступить в школу-студию МХАТ. Куда? Тогда я вступлю в комсомол. Никогда. Ну, хватит вам припираться. А ты лучше скажи, что там за аттракцион такой. Аттракцион? Вы себе представить не можете, что это за аттракцион. Сначала входят зрители. Потом выключают свет. Первыми выбегают униформисты. Зрители аплодируют. Звучат вам фары. Там-та-ра-там, та-дам! Потом выходишь в прэкшталмейстер. Ты смотри, слов понабралась. Папа, у меня все-таки три курса факультета филологии. Так вот, выходишь в прэкшталмейстер. Зрители замирают. Звучит музыка из кинофильма «Цирк». Вот это самое! Прам-пам-пам-пам! Прам-пам-пам-пам! Парам-пам-пам! Прэкшталмейстер объявляет! Мировой рекорд! А почему мировой рекорд? Потому что он один, держит на себе десять человек. Один на себе? Как это? Десять человек? Как это? Высший класс! Эквилибра! Класс чего? Баланса, мама, баланса! Нет, ну правда, смотри, слов каких набралась! Кто ж это такой, что на себе десять человек держит? Какие же вы темные! Милаев! Запомните, Евгений Милаев! Так вот, выходишь в Прэкшталмейстер и говори! Мировой рекорд! Чудеса эквилибра! Балансеры под куполом цирка под руководством Евгения Милаева! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, я же говорила. А он еще клоуном работает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Евгений Тимофеевич, познакомьтесь. Это наш дорогой первый секретарь ЦК Республики, товарищ Брежнев Леонид Ильич. Милаев Евгений Тимофеевич. Рука у вас тяжелая. Ну, работа такая. Видел, видел. Здорово это у вас получается. Десять человек. Чудеса балансировки. Ну, просто репетиции, тренировки. Ну, так уж и просто. Вот, познакомьтесь, еще одна поклонница вашего таланта, Виктория Петровна, моя жена. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, так важна. Главное, баланс. Закон физики. Физики. Нет, ну физическая сила, конечно, тоже нужна. Ну, у вас-то она есть. Но скромность мы уважаем. А как вы смотрите на мое предложение? Поехать куда-нибудь отметить? Я за. А вы как, Леонид Ильич? Отметить. В смысле, по сто грамм выпить? Ну, кому и сто пятьдесят, кому пятьдесят, а кому ситорой лимонад. Между прочим, я уже совершенно летняя. Я бы коньячку нашего молдавского выпил. Вообще-то. Ну, вы меня подождете минут десять. Я быстро. Мы поедем куда-нибудь поужинаем. Я не возражаю. Как ты? Что ты спрашиваешь? Я как ты. Ну, договорились. Ну, все, договорились. Хорошо. Галина, когда ты успела с ним познакомиться? Судьба свела. Галина, ты это брось. Про судьбу. Тебе еще университет закончить нужно. И он старше тебя. Чуть ли не ровесник мой. Папа. Что папа? Папа. Что? Леня. Здрасте. Здрасте, Виктория Петровна. Спасибо. Белочка. Жалко, наша столовая в ЦК уже закрыта. Можно было бы там посидеть. А я предлагаю ресторан на вокзал. Почему на вокзал? Можно в Молдавию. Там музыка национальная. В Молдавии долго не посидишь. Они в одиннадцать закрываются на вокзале. Круглосуточно. Как это в одиннадцать? Я им закроюсь. Ну-ка идем в Молдавию. Пошли. Идем в Молдавию. Сейчас домой поедем. Сейчас тебя в машину посадим. Не шуми, не шуми. Не шуми, не шуми. Домой к жене. Э, забери, забери. Выспишься. Вот. Хочу спаться. Давай. Кажется. Сюда. Э, а вы куда? Закрываемся. У вас час закрытия двадцать три ноль ноль. А еще только начало одиннадцатого. Я говорю, не обслуживаем. Как это? Я говорю, закрыто. Леонид Ильич, можно я поговорю с товарищем швейцаром? Стоит мне только пальцем пошевелить. Он не то что швейцаром, товарищем перестанет быть. Артист с афиши. Я ж тебя на афише видел. Там с железякой в голове. Видел, 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 видел. У нас артисты, первый народ. Леонид Ильич. Милости просим. Я ему устрою. Мы ненадолго. Да хоть навсегда. У нас для артиста всегда дверь открыта. А, вот ресторан. А, вот по-моему. А для нас приготовлено. Вон стоит. Садимся. Конечно. Виктория Петровна. Спасибо. Пожалуйста. Галочка, садись. О, дружок, еда нужна. Еды нет, у нас все закрыто. Ну и чего там? Говорят, что кухня уже закрыта. А вот, еда. Понесли. Товарищ, вы коммунист? Чего? Я спрашиваю, ты коммунист? В душе. Почему это для нас кухня закрыта, а для них открыта? А при чем ты коммунист? Да ни при чем. Я спрашиваю, почему для них кухня открыта? Так там же начальник торга гуляет. Дальше Кудряну. День рождения. Подойди к нему и скажи, что его просит подойти к столику товарищ Брежнев. Кто? Товарищ Брежнев Леонид Ильич. И все? Для него достаточно. И все еще. ПОПИТЫ Игорь Михайлович Брежнев, вон он сидит, видишь, вон он сидит, видишь, вон он сидит. Для него песню исполни. Стоп, стоп. А где музыка? Нормально. Спокойно, товарищи, спокойно. Сегодня в нашем ресторане присутствует первый секретарь ЦК Коммунистической партии, товарищ Брежнев, Владимир Ильич. Леонид. Леонид, да. Извините, Леонид Ильич, но главное, что Ильич. И для него звучит эта прекрасная народная песня. Под ваши вурные аплодисменты, дорогие товарищи, аплодисменты. Вот ведь и воскресенье Ильич. Аpat在лодисменты, отчасти команды, 도един, красот式анов Stellen Сурупов Ильич, судяnd 비�ащика Отреяне Сурупов Сурупов Ильич! За знакомство. За знакомство. Для прекрасной дочери, нашего Ильича, звучит этот зажигательный танец. Ты это брось. Ильич у нас был, есть и всегда будет только один. Замечательно. А теперь я предлагаю выпить за Галину. Ну, прекрасную-прекрасную девушку и дочь. Ну, и теперь о том… Тихо-тихо-тихо. О том, какие вопросы были подняты на втором съезде РСДРП, нам доложит. Держи. Давай. 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 Не доложит. Как это? Почему? Дело в том, что вчера у моего папы был день рождения. И вы сами понимаете, мне было не до итогов второго съезда РСДРП. Как это? Как это? Как это? Это итогов съезда нашей партии? Ну, если вы не верите, я могу попросить папу позвонить вам. Отца? Позвонить? А куда позвонить? Вам. У меня телефона нет. И вообще зачем звонить-то? Ну, если вы сомневаетесь. Ну, что вы. Ну, что вы, Галина Леонидовна. Зачем же беспокоить Леонида Ильича? Молодец. Тогда об итогах второго съезда нам расскажут. А может быть, вы расскажете? Да. Я? Расскажите. Расскажите. Тогда мы лучшую свой материал. А, ну, если все так считают. Да. Хорошо. Хорошо. Я расскажу. Галь, подожди. Галь. Галь, подожди. Что? Слушай, ты здорово это сделала. Я тоже ничего не знаю про этот второй съезд. Смотри, я отцу расскажу. Не боишься? Галь, а может быть, в кино сходим? Трофейный фильм в кинотеатре Кишинев. Большой вальс. Большой вальс? Да, я уже и билеты взял. Сегодня на семь часов. Спасибо, на сегодня я не могу. Иду в цирк. В следующий раз сходим, ладно? Ну, чего? Отшила? Чего? Сколько раз я приглашал в кино? Ни разу не пришла. Да ты не переживай. У нас полкурса к ней клинию подбивали. Результат один. Дубль пусто. Да. При чем здесь полкурса? Так она с Аркачем с котятой встречается. Новый аттракцион. Видел? Ну, видел. О, мужик такой здоровый. Лестницу с десятью человеком поднимает. Видел? Видел? Видел. А она с ним везде под ручку ходит. Ну, уже и ваться годится. Слушай, говорю тебе, забудь. Здравствуй. Здравствуй. Ну, как дела в университете? Плохо. Что случилось? Я сорвала второй съезд РСДРП. Вот как? А папа знает об этом? Нет, пока нет. Ну, я тогда даже не знаю, как быть с подарком. Цветы я не отдам. Подарила, значит, подарила. Что? Обещаешь, что ты будешь хорошо учиться. Обещаю. И что не сорвешь ни одного съезда партии. Я постараюсь. Что это? Это бриллиант. Ему лет сто пятьдесят, наверное. Это мне? За что? За то, что ты такая. Я или мой папа? Знаю, знаю, извини. Нравится? Завтра в Москву уезжаю. Пожалуйста, чемодан готов. Тебе кто-то сказал? Он всегда готов. А где Галя? В цирк ушла. Опять? Зачем ты отпустила? Она меня не спрашивает. Вот характер. Бить ее нужно было. Нужно. Только некому было. Мне там справки навели об этом Евгении Тимофеевича. Он, оказывается, всего на два года младше меня. Но это не самое страшное. Вот именно. Есть еще кое-что. Женат? Был. Разведенный? Вдовец. Жена умерла от заражения крови после родов. Остались двое детей и близнецы. Живут с бабушкой, с его матерью. Вот так. Бедняжки. А так? Характеризует его положительно. Мужчина серьезный. Член партии. Активист. Да, но она столько лет старше и двое детей. А я и не думаю об этом. Да и я не думаю. Но ты же знаешь, если она вобьет себе что-нибудь в голову. Одно хорошо. Он, наверное, смог бы нашу ненормальную галку в ежовых рукавицах держать. Леня! Встречает каждый день ее возле университета. А сегодня подарил кольцо. Какое еще кольцо? С алмазом, что ли. Купил у старушки какой-то, она в цирк принесла. Семьсот рублей отдал. Семьсот? Ползарплаты моей. Все. Теперь точно в ЗАГС поведет. Я им покажу ЗАГС. Я им покажу. КОРОТ Поездим к тебе. Ну почему? Так надо. Я не пойду. Подожди, не уезжай без меня. Галя! Галя! Галя, подожди! Галя, подожди, Галя! Что-то случилось? Галя, добрый вечер, Леонид Ильич Виктория Петровна. Привет. Передаю Галину с рук на руки в целости и сохранности. Спасибо, Евгений Тимофеевич. А может быть, чайку? Виктория, пейте. Да нет, нет. Мы только что поужинали. Да? Ты что, не наелась? Или угощение не то? Папа. Ишь тигрица. У вас там в цирке укротителей нету случайно? В цирке все есть. Может быть, ей с укротителем познакомиться? Я, между прочим, цирки дрессировщиком начинал. С медведями работал. Ну, я пойду. Спокойной ночи. Спасибо за доставку. Завтра увидимся. Вот характер. Ни у нас в семье, ни у Виктории таких не было. Знаешь, как имя Галина переводится? Как переводится? С греческого переводится спокойная, безмятежная. Мы с Викторией специально такое выбрали. Виктория Петровна, почему здесь? Вечерняя прогулка? Да не совсем. А, кого-то ждете? Нет, я просто хотела поговорить с вами. Я слушаю вас. Только не обижайтесь на меня, ладно? Обижаться? По какому поводу? Вы же ничего не сказали мне обидно. Понимаете? Вы человек видный. Скорее всего, хозяйственный. И, наверное, будете хорошим мужем. Но... Ну, я вас слушаю, слушаю, Виктория Петровна. В общем, и я, и Леонид Ильич, мы считаем, что вы с Галиной не пара. Вы просто уже прожили и пережили свою жизнь. А она ведь жить-то еще не начинала. Разве они права? Ну, да, да. Вы абсолютно правы. Ну, вот. Виктория Петровна, поверьте мне, у меня самые серьезные намерения. Я знаю, что я... Я смогу обеспечить Галине достойную жизнь. Но у вас двое детей. Да, это правда. Мальчик и девочка. Ну, вот. Ну, они хорошие. Евгений Тимофеевич, ну, вы понимаете, мне очень неприятен этот разговор. Ну, вы-то меня тоже поймите. Да. Я вас понимаю. Ну, вот. Мам, Женя мне звонил? Какой Женя? Евгений Тимофеевич, мам. Евгений Тимофеевич. Нет, Галочка, никто не звонил. А что-нибудь случилось? Нет. Он не встретил меня у университета. Ну, и что? Может быть, у него репетиция или собрание какое-нибудь? Какое собрание, мама? Про союзное или партийное. Он же член партии. Да. Он член вашей партии. Только собрания у него нет. А репетиции мама у него по утрам. Что это еще за выражение? Член вашей партии. Ты так еще в университете скажи. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»